Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Снова возвращаемся на финансовые рынки. К сожалению, не было у нас возможности освещать основные фундаментальные события в прошлый четверг и пятницу. Я предупреждал о том, что в четверг у нас состоялся семинар в Екатеринбурге. Надеюсь, что те, кто услышал мои призывы и если, конечно же, была физическая возможность, его посетили. Семинар прошел очень неплохо и действительно был уверен, достаточно познавательным для многих, наверное, даже для всех. Сформировалась такая группа сообщества трейдеров в Екатеринбурге. Полагаю, что встречи мы продолжим, даже хотя бы в формате каких-то обсуждений, идей и так называемых клубных дней. Поэтому те, кто мог посетить это мероприятие. Огромное вам спасибо. Обещал то, что в понедельник мы вернемся к тотальному новостному фундаментальному фону, потому что выпало, так уж получилось волей случая. Я не виноват важнейшее событие четверга и не было у меня возможности прямо в моменте, в пятницу, подвести его итоги вместе с вами, чтобы спрогнозировать и попытаться определить того вообще, что можно ожидать по динамике ключевых валютных пар. Но сегодня именно это мы и сделаем. Поэтому давайте не будем терять времени. Начнем мы традиционно с наших вступительных активов, а потом планомерно переключимся на динамику европейского валютного актива, потому что сейчас тот, опять же, заряд фундаментальной бодрости, который мы получили в прошлый четверг, очень важен, потому что сейчас это и будет выступать ключевым катализатором для дальнейшего поведения и дальнейшей динамики не только европейской валюты. Напоминаю то, что евро у нас традиционный главный рисковый актив, по сути, общий барометр отношения к риску. Начнем мы сегодня с нефти, потому что еще ближе мы стали к заседанию потенциальному, которое пройдет 20 марта. До сих пор обсуждают территориальный, где это пройдет, либо Вена, либо Москва. Но полагаю, что, скорее всего, становится на Москве. Возможно, еще и потому, что именно российская сторона выступает одним из главных таких лоббистов необходимости этой встречи, потому что уже назрели, в принципе, давно все основания, чтобы собраться и адекватно, через вразумительные доводы, прийти к какому-то компромиссному, солидарному, согласованному решению, которое будет направлено на восстановление баланса между спросом и предложением, которое присутствует на рынке энергоресурсов. Если обратиться, опять же, к старому новостному фону и к ключевой идее, которую мы использовали в качестве ключевого фактора для ослабления позиций энергоресурсов и бренды WTI, вы помните то, что как раз мы делали ставку на крайнее значение переизбытка и недостаточные спроса. Эта рассинхронизация на текущий момент сохраняется. И даже несмотря на то, что месяц назад уже время идет, конечно же, можно сказать, что стороны предприняли попытку найти какое-то дополнительное основание для восстановления этих ключевых категорий, баланс этих ключевых категорий, то есть заморозка объемов производства на январьских максимумах, мы уже тогда пришли к выводу о том, что этого явно недостаточно, чтобы повлиять на долгосрочную ситуацию и создать тот жизненно важный основополагающий фактор и стимул для дальнейшего роста черного золота. После этого на рынке появились слухи. Сначала слухи о том, что пройдет новая встреча очень быстро. Именно поэтому, как только этот новостной фонд стал актуальным на рынке, я сделал акцент в пользу того, что вполне возможно, что действительно стороны смогут договориться, потому что такого рвения найти, опять же, возможности для снижения объема производства или, по крайней мере, для восстановления спроса и предложения, мы не видели уже очень давно. Это позволило нам кратко и среднесрочно отказаться от идей, предполагающих ослабление позиций бренда. Мы с вами развернулись и, по сути, выше уровня 35 долларов за баррель стали покупать этот актив. Поначалу ориентировались на тестирование следующей высокой ценовой планки, это сопротивление 40 долларов за баррель. Я сказал, что если рынок до 20 марта подарит нам возможность прокатиться до этого рубежа, это уже будет прекрасное значение по профиту, это уже будет фактически реализованная фундаментальная возможность и нужно будет покинуть расположение рынка после того, как, собственно, он доберется до этой планки. Надеюсь, что вы прислушались к моей рекомендации и больше, скажем, рисковать не стали. Но если все-таки вернуться к актуальным котировкам, сейчас 40-46 долларов за баррель. Это выше, конечно же, 40. Локальные хаи были практически недалеко от отметки 42. Если смогли выжать из этой идеи еще больше профита, молодцы. Ну и, в принципе, 40 это также уже достаточно. До 20 марта, в принципе, у нас полноценная неделя. Вы понимаете то, что за эту неделю может произойти очень многое, но дальнейший рост позиций энергоресурсов, на мой взгляд, крайне ограничен, потому что сейчас уже все участники рынка понимают то, что на одних спекулятивных ожиданиях бренд поднялся очень высоко. За прошлую неделю мы видели рост больше, чем на 6 или даже 7 процентов. Если вернуться к основным событиям, которые были характерны для рынка энергоресурсов в рамках прошлой недели, это традиционные запасы нефти США. Сначала АПИ, а после оценка от Минэнерго США. Вы знаете то, что и по АПИ запасы выросли на 4,4 миллиона баррелей. Что касается Минэнерго США, здесь также прирост 3,8, не такой существенный, как на прошлой неделе, позапрошлой неделе, но все равно этот тренд, цикл роста запасов сохраняется. Общие объемы нефтезапасов в США достигли уже практически 522 миллионов баррелей. Это максимальное значение с 1930 года, то есть с началом накопления всей статистики. И логично было бы сделать ставку на то, что рост запасов является серьезным сигналом того, чтобы распродавать позиции бренды WTI. Но сейчас на рынке действует иная логика. Она связана с тем, что очередной прирост запасов может стать еще одним доводом, а может быть даже весомым доказательством в пользу того, чтобы стороны ОПЕК и Россия, может быть даже с большим усилием попытались разработать какие-то меры, которые будут направлены на снижение объемов предложения. Потому что рост запасов это еще одна констатация того, что рынок энергоресурсов находится в состоянии катастрофического переизбытка. Поэтому логичной реакции бренда на выход это негативной статистики в целом для нефти мы не увидели. Ну, опять же, по ожиданиям понятно, с чем это было связано. Далее, конечно же, рынок переключился снова на спекуляции по поводу того, что же мы можем услышать по факту 20 марта. Версий сейчас по-прежнему очень много. Видим отдельные комментарии со стороны нефтедобывающих стран. Кувейт отмечает то, что не будет снижать объем производства до тех пор, пока это не сделает Иран. Иран, в принципе, сохраняет выжидательную позицию, хотя между строк мы уже давно прочли, что Иран не будет снижать объем производства. Я думаю, что на это потребуется только чудо, чтобы они поддержали эту солидарную позицию. Потому что для них сейчас определяющим является возвращение к прежним позициям после снятия финансо-экономических санкций. И объемы производства растут. Мы это видим даже с точки зрения статистики, которая публикуется в рамках ближнего восточного картеля. И еще дополнительный акцент хотелось сделать на комментарии и прогнозы от Международного энергетического агентства, которые были опубликованы уже в пятницу. Согласно этим прогнозам, здесь можно найти несколько позитивных моментов, в частности для Brent. И они предполагают то, что в феврале объемы производства сократились на 180 тысяч баррелей в сутки. По версии Международного энергетического агентства в 2016 году ОПЕК снизит объем производства на 750 тысяч баррелей в сутки. Что касается США, то на 550 тысяч. Но это только ожидание. Вы прекрасно понимаете, что точно такие же прогнозы мы слышали и полгода назад, и год, и полтора, и даже два. Но в целом ситуация практически никак не менялась, и этот негативный тренд, он сохранялся. Потому что рынок движется к своим понятным только ему ценовым значениям, а нам остается только приспосабливаться к текущей ситуации, ну и пытаться найти какие-то поводы, либо возможности, чтобы оправдать наши идеи инвестиционные, которые мы закладываем в основу трейдинга по нефти. И заключительный отчет пятницы прошлой недели, это данные от Бейкер-Хьюч по количеству буровых. Снова снижение уже 11 неделю подряд, или даже 12 с 392 нефтяных шахт до 386, то есть буровых, минус 6 штук. То есть текущие значения, несмотря на восстановление, по-прежнему являются недостаточными для того, чтобы сланцевое производство в рамках США было рентабельным. Поэтому, может быть, это является сигналом того, что объемы производства будут в США снижаться. Но, на ключевое слово, здесь может быть. Поэтому новостной фон, надеюсь, что сейчас мы уже преемственно сохранили, прекрасно понимаем, что интересного статистики было опубликовано в конце прошлой недели. Надеюсь, что этот материал вы усвоили. Но самое главное, у нас впереди 20 марта, и уже только после того, как мы получим фактическое свидетельство и фактическое решение, будут ли снижать объемы производства или не будут, у нас уже будет дополнительный, а может быть, даже и основной фундамент для дальнейшего трейдинга. Поэтому ждем это воскресенье, ждем это событие, и в понедельник, я вас уверяю, мы посвятим этому достаточно внимания. Сейчас, как я уже отметил, для кратко-среднесрочных трейдеров моя рекомендация – не торговать. Для долгосрочных трейдеров пока еще по-прежнему актуальны идеи, связанные с возможностью еще большего ослабления бренда. Российская валюта. 69,95. Отмечали то, что по причине спекулятивного интереса к нефти мы сможем увидеть и такое же укрепление курса российского национального валютного актива. Это и произошло. У нас была с вами кратко-среднесрочная цель – это тестирование поддержки на уровне 70 рублей. Мы видим тут, что эта поддержка уже протестирована. Поэтому, если вы смогли краткосрочно и среднесрочно прокатиться на этой идее, которую мы стали руководствоваться после того, как нащупали основания для роста нефти, я вас поздравляю, профит также неплохой. Для долгосрочных трейдеров по-прежнему все без изменений, без судьбоносного события для нефти. У нас нет козыря, который позволил бы нам отказаться от идеи возможности еще большей девальвации рубля. Поэтому до тех пор, пока мы не услышим решения по сокращению объема производства, у нас рубль остается аутсайдером фундаментального характера и все-таки сохраняет потенциал на еще большую девальвацию, если возвращение в район 80 против доллара. Далее идем. Европейская валюта против американского конкурента. Здесь динамика говорила сама за себя. Я думаю, что вы непременно уделили достаточное внимание, чтобы оценить новостной фундаментальный фон по факту этого события. К сожалению, в моменте реагировать на то, что происходило на рынке, я не мог, потому что в момент, когда состоялась пресс-конференция председателя Европейского центрального банка Малио Драке, как раз и проходил семинар в Екатеринбурге. Но по реакции зал я понимал то, что на рынке творится что-то невероятное. Диапазон дневного хода евро-доллар составил практически 400 пунктов. Мы добрались до минимального уровня 1.08.21, после этого улетели к космическим значениям 1.12.17. Теперь, что касается тех решений, которые были озвучены и анонсированы рынку, собственно, европейским монетарным руководством. Это изменение монетарной политики. Разумеется, отталкиваясь от фундаментального фона, который характеризовал валютный блок, мы ожидали того, что ЭЦБ будет действовать, потому что без поддержки национальная экономика уже не могла. И в качестве подобных решений мы ориентировались на возможность снижения процентной ставки по депозитам. Это был довольно-таки оптимистичный сценарий. Был и сценарий касательно того, что ЭЦБ может снова сохранить себе такую выжидательную позицию и, может быть, только озвучить вербальные интервенции. Сверхоптимистичный сценарий предполагал то, что помимо снижения ставки по депозитам, Европейский Центральный Банк может еще и разогнать программу количественного смягчения. Но, судя по тем решениям, которые были обозначены на рынке, сценарий оказался даже сверхоптимистичным, скажем так, потому что ставка по депозитам снижена на минус 0,1% до 0,4%. Ставка рефинансированная снижена до 0% и объем программы количественного смягчения увеличен не на 5 миллиардов, не на 10, как прогнозировали некоторые трейдеры и эксперты, а сразу на 20 миллиардов евро с 60 до 80. И эти изменения вступят в силу в апреле. Соответственно, все, что на текущий момент мог задействовать Европейский Центральный Банк, в принципе, они задействовали. Поэтому и реакция евро была вполне логична, потому что такая борьба с крайне низкими значениями по инфляции подразумевает потенциальное решение баланса Европейского Центрального Банка. И это традиционно негативный фактор для национального валютного актива. Распродажи пошли существенно. Я думал, что вот он как раз тот самый буст для коррекционной динамики, снижение которого позволит нам очень быстро добраться до уровня 1,05, а потом уже замахнуться даже на паритетные значения. Но после этого у нас еще и состоялась пресс-конференция подседателя Европейского Центрального Банка Марио Драги, где евро получило уже совершенно ускорение только в другую сторону. И с минимальной значения улетело выше сопротивление 1,12. Я думаю, что по тем комментариям, которые были анонсированы в средствах массовой информации, в аналитических сводках, обзорах, вы уже заметили то, что ключевая причина роста главного валютного риска это комментарии Драги о том, что ЕЦБ больше не будет снижать процентные ставки. Я хочу сказать то, что я посмотрел конференцию от и до, всю, и ничего подобного на этой конференции озвучено не было. Это действительно так. Более того, в том, что говорил Марио Драги, там можно было бы найти еще целую кучу негативных факторов для главного валютного риска. И эти негативные факторы указывают на то, что при необходимости Европейский Центральный Банк может снова снизить процентную ставку. То есть обратное тому предположение, которое якобы стало причиной роста главного валютного риска. Драги говорил очень много про инфляцию и отметил, на мой взгляд, страшные цифры. В этом году с прогноза в 1% по инфляции он был пересмотрен до 0,1%. В 2017 году с 1,6% пересмотр до 1,3%. И в 2018 году, по мнению Европейского Центрального Банка, по-прежнему не будет оснований, чтобы выйти на целевой показатель по инфляции в 2% и ЦБ планирует то, что в идеале бы добраться до уровня 1,6%. На мой взгляд, единственное, что могло поддержать евро, если уж говорить про непосредственные и прямые формулировки Марио Драги, это заявление о том, что инфляция будет низкой в течение какого-то периода времени, а потом непременно начнет расти, стремясь к целевому значению в 2%. Но это было ясно как божий день. И не знаю, это ли стало причиной той восстановительной динамики по евро, которую мы наблюдали. Но то, что якобы Драги дал понять то, что более не будет снижать процентные ставки, я хочу сказать то, что такого не было. Но лично я при всей своей внимательности и таком же внимательному отношению к столь важному событию, как пресс-конференция, подобных формулировок, к сожалению, не увидел. Динамика евро была очень похожа на то, что было, если вы помните, с реакцией на решение Банка Японии по снижению процентной ставки. То же самое. Ставку по депозитам снизили, японская валюта тут же очень быстро ослабла, а после этого стала стремительно укрепляться. Но в целом, если мы будем отталкиваться от фундаментальных причин и фундаментальных оснований для роста главного валютного риска, я хочу, чтобы вы сейчас все понимали, что этих причин ноль. Этих причин нет ни одной, ни единой. И более того, тот аукцион даже по американским долговым бумагам, которые мы наблюдаем, он говорит о том, что американские облигации более доходны, чем немецкие бумаги, более прибыльны и привлекательны для инвесторов. И капиталы будут идти именно туда. Макроэкономический фонд также указывает в пользу того, что европейская валюта будет оставаться аутсайдером, потому что в целом картина не меняется. А вот что касается Соединенных Штатах Америки, то мы в последнее время получаем новые и новые поводы, опять же, сильную статистику, говорящую в пользу того, что ФРС продолжит с большой долей вероятности цикл повышения процентных ставок. То есть, вот вам еще один фундаментальный критерий контрастности монетарных политик, который должен быть сейчас определяющим для долгосрочных распродаж главного валютного риска. Поэтому по евро-доллару я снова смотрю вниз, как и ранее, и после решительности Европейского Центрального Банка практически не сомневаюсь в том, что евро неизмежно пойдет вниз. Далее, доллар японская иена. Здесь в целом у нас сохраняется коридор 112-114, актуальные патировки, один момент, 113-73. Из отчетов прошлой недели особенно стоит отметить динамику по заявкам на пособия по безработице, потому что отчет очень хороший. Это лучшие показатели практически за год. 259 тысяч заявок с прошлого 277 тысяч. Это еще одно подтверждение того, что рынок труда США улучшается. И если бы мы получили по факту публикации Non-Farm Perils за прошлую пятницу еще свидетельство о росте инфляции, то уверен, что USD иена уже торговалась бы выше планки 115, а мы по-прежнему верили бы в то, что ФРС пойдет на повышение процентной ставки уже во втором квартале 2016 года. В частности, даже по опросу рейтеров, действительно, до сих пор есть позиция, указывающая на то, что ФРС будет поднимать ставки и поднимет, возможно, до 0,75% уже во втором полугодии этого года. Сейчас у нас на повестке дня среда, точнее, на повестке недели среда, потому что в эту среду, вы знаете, будет опубликована ставка и состоится пресс-конференция монетарного руководства. А вероятность того, что поднимут ставку, сейчас, конечно же, низка. Но уверен то, что на состоявшейся после этого конференции, которая состоится, точнее, мы, услышим пару намеков потенциальной жесткости на перспективу, что должно и хотелось бы, конечно же, чтобы стало причиной роста американца, потому что коридоры в динамике пары USD иена уже надоели. Хочется забраться выше планки 115. Фунт против американца. Здесь, в принципе, фундаментальная картина не меняется. За прошлую неделю важных, значимых макроэкономических релизов опубликовано не было. Но тем приятнее будет анализировать статистику на этой неделе, особенно в суперчетверг, который приближается. Снова голосование поставки, объемы покупок активов, инфляционные ожидания и еще пару серьезных макроэкономических отчетов. Если говорить про национальный фундаментальный фонд, здесь я снова напоминаю то, что мы получили слабые цифры по динамике и активности в сфере услуг, это уже железо-бетонный сигнал, указывающий на то, что британская экономика по темпам экономического роста не дотянет до тех парадозных значений, которые мы получали ранее. То есть, последующие отчеты будут хуже предыдущих, потому что сфера услуга это 85%, а может быть даже больше всей экономики. Если сфера услуг стагнирует, на позапрошлой неделе мы анализировали этот отчет, значит, у нас есть сигнал в пользу того, что ВВП будут хуже, да и, в принципе, статистика будет создавать негативные фонные ожидания по британцу. Политические риски сохраняются. Рост фунта в последнее время, в последней торговой сессии, был преимущественно связан с тем, что трейдеры поверили в прекрасное будущее главного валютного риска, а евро уже по принципу цепной реакции вытащил и подтащил за собой другие рисковые инструменты. Но эти ожидания, они, на мой взгляд, временные. Как только рынок, я надеюсь, осознает все-таки более объективные предпосылки для снижения евро, рисковые, прочие активы также не останутся в стороне, а пойдут вслед за этой негативной динамикой и этим медвежьим трендом. Поэтому по британцу я по-прежнему смотрю вниз. У нас ранее был отложенный ордер с отметки 1.3950. До него мы не дошли. Сейчас 1.4380 еще выше забрались, поэтому логично пересматривать и эти отложенные ориентиры. Поэтому селл-стоп теперь с нового уровня 1.4250. Профитные значения будем уже осмотреть по обстановке. Австралийцы и новозеланец здесь без изменений. В принципе, мы видим то, что позитивная динамика сохраняется, что, в принципе, полностью идет в разрез с фундаментальным фоном. Австралийцы торгуются на уровне 0.7576, новозеландец 0.6744. С вашего позволения, особую ставку сделаю на новозеландцы, потому что наблюдать текущий рост новозеландской валюты для меня крайне удивительно, учитывая то, что на прошлой неделе, вопреки ожиданиям, Резервный банк Новой Зеландии снизил процентную ставку с 2.5% до 2.25%. И что еще важно, председатель Резервного банка Новой Зеландии Виллер отметил то, что рассматривает и допускает возможность еще одного снижения процентной ставки в ближайшем квартале. И еще отметил то, что новозеландская валюта на текущий момент более чем на 5% переоценена по отношению к доллару. Это явный сигнал того, что новозеланец нужно толкать вниз. И если уж не молочные аукционы могут стать причиной для этого, то полагаю, что в игру может вмешаться ФРС, потенциальный рост доллара, который обязательно должен дать о себе знать на этой неделе и, соответственно, спровоцировать волну распродаж по ключевым рисковым инструментам. Полагаю то, что эти распродажи не избежит и новозеландская валюта. Рьюс деката растет, точнее пара снижается, а укрепляется канадская валюта по причине роста нефти. Настояние изменчивое. Фундаментальный негативный фон усиливается, как дамоклый меч уже нависает над канадцем, потому что в прошлую пятницу мы получили данные по состоянию канадского рынка труда. Оровень безработицы 7,3%. Это максимальное значение за последние три года. И в целом можно сказать то, что статистика, которую мы видели, явно подтверждает того, что опасения за стабильность экономического роста, за стабильность внутреннего рынка усиливаются. И все-таки канадская экономика явно не избежала с точки зрения негативных последствий того спада снижения ценно-энергоресурса, который мы наблюдали на протяжении последних полутора лет. Я думаю, что дальше будет только хуже. Поэтому ждем движения пары юс деката выше, закрепления выше отметки 1,35. Но пока не торгуем, потому что если укрепление нефти продолжится и дальше, то тогда пара юс деката сможет уйти даже к уровню 1,30. Актуальные котировки 1,32,16. Собственно, на этом все. Из важных отчетов сегодняшнего дня стоит отметить релиз в 13.00 по московскому времени промпроизводства в рамках всей еврозоны настраивались на слабую статистику и полагают, что, может быть, хоть она станет причиной для более адекватного и объективного ослабления позиции евро. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, вы знаете, их можно оставлять на нашем специальном канале на YouTube либо использовать для этого форум AmMarkets. С радостью на все из них отвечу. Ну и, конечно же, ждем заседания ФРС, до которого остается...